Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня у нас 15 апреля 2024 года. Сегодня с вами поговорим об итогах иранской атаки на Израиль и о том, почему удар возмездия по Ирану, скорее всего, будет отложен. Произойдет это, в первую очередь, из-за того давления, которому правительство Беннимина и Нетаньягу было подвергнуто союзниками. Они синхронно правительства Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании заявили о том, что Израиль должен взять паузу, а в лучшем случае вообще воздержаться от удара по территории Ирана. Однако атака Тегерана без ответа точно не останется. В Израиле ищут цель, как можно нанести болезненный удар, но при этом не должны пострадать большое количество людей. Слово террористов использовать не буду, поскольку в результате удара погибнуть могут много персонажей на территории Ирана. Тем временем в Китае спрогнозировали поражение России в войне против Украины. Соответствующий прогноз в британском издании The Economy сделал профессор Пекинского университета. Что интересно, ранее он входил в клуб экспертов любимого путинского детища, балдайского клуба. Дэвид Кэмерон ответил президенту Украины Владимиру Зеленского, почему страны Запада вписались за Израиль, но не будут военным образом, по крайней мере пока, помогать Украине. И наконец на территории оккупированного Севастополя тайно открыли памятник погибшим морякам крейсера Москва. Друзья, обо всем этом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, все больше и больше аналитики информации поступают относительно удара, который Иран нанес накануне по территории Израиля. Уже известно то, что этот удар 14 апреля точно уйдет в историю, как самый массовый одновременно удар дронов. Всего 185 дронов иранских пытались поразить объекты на территории Израиля. Кроме того, комбинированный удар наносился крылатыми баллистическими ракетами. Всего свыше 300 целей летело по Израилю. 99% было сбито за пределами воздушного пространства Израиля. Только воздушные силы США сбили свыше 70 дронов и около десятка баллистических ракет. Надо отметить, что этот успех не был бы возможен, если бы не сотрудничество правительства Иордании, которое предоставило свое воздушное пространство. И над которой, собственно говоря, было сбито абсолютное большинство целей. Кстати, в результате падения единственная пострадавшая, это бедуинская 7-летняя девочка. Ей уже сделана операция. Сообщается о том, что ее здоровье вне опасности. Уникальная ситуация, когда 300 целей летело, и мы видим Проща Давида и Железный Купол сработали, но израильское ПВО и ВВС Израиля было бы крайне сложно. И, безусловно, все, наверное, цели не переходить бы не смогли, если бы не помощь ВВС США, Великобритании, а также ПВО Иордании, которые оказали соответствующую поддержку. Уже очевидно, что удар Ирана при всей его массированности носил скорее демонстрационный характер. Иными словами, Аяталы не могли не нанести удара по территории Израиля после унижения, которому были подвергнуты в результате, напомню, ракетного удара разведывательного центра Корпуса Стражей Исламской Революции, который маскировался под консульское учреждение в Сирии. Были убиты два бригадных генерала Корпуса Стражей Исламской Революции. И именно эти фанатики, собственно говоря, и подталкивали власть Ирана к жесткому ответу Израилю. Хотя причастность Израиля и США, как в этом обвинял официальный Тегеран, к этому удару так и не была никогда доказана. Так вот, учитывая то, что Соединенные Штаты и союзники, в первую очередь, на сегодняшний день беспокоят возможность эскалации, о чем, кстати, написало издание «Политика», о том, что Байден проявил невообразимую сдержанность для того, чтобы не спровоцировать удар Ирана более мощный, а также для того, чтобы сдержать действия Израиля, чтобы Израиль не нанес ударов по территории Ирана. Ключевая причина этого – боязнь резкого роста цен на энергоносители, в первую очередь, на нефть, что ударило бы очень сильно по кошельку американского и европейского избирателя. Естественно, допустить это администрация Байдена накануне президентских выборов, которые пройдут, напомню, осенью нынешнего года, она не хочет. Собственно говоря, с этим связана и другая аналогичная ситуация. Издание «Вошингтон пост» сегодня публикует информацию о том, что вице-президент США Камела Харрис во время Мюнхенской конференции, которая прошла в начале нынешнего года, тайно просила в ходе консультации с президентом Украины Зеленским воздержаться от дальнейших ударов по российским НПЗ. Как пишет «Вошингтон пост», эта просьба американского вице-президента взбесила президента Зеленского, что, в принципе, естественно, и его помощников, поскольку украинское руководство считает, что в отсутствие американской военной помощи нанесение удара по российским нефтеперерабатывающим заводам – это единственный действующий работающий механизм. Кстати, сегодня же «Ройтерс» привел еще одну потрясающую статистику о том, что России удалось восстановить всего лишь около трети поврежденных НПЗ. Если по состоянию на минувший месяц из строя было выведено 13,6 российских мощностей НПЗ, то сейчас не работают 9,9. За это время россиянам удалось восстановить только два нефтеперерабатывающих завода, и то частично Рязанский и Куйбышевский. Все остальные, которые были поражены, в первую очередь, то Апсинский НПЗ, единственный на побережье Черного моря, по-прежнему простаивают. Таким образом, Украина вывела из строя десятую часть. Это подтверждено российских НПЗ, а в целом потери будут исчисляться миллиардами долларов. И ключевая причина, почему не удается их восстановить – это отсутствие соответствующих запчастей. Так вот, мы видим синхронную стратегию Соединенных Штатов и союзников вместе с правительством США. Аналогичные заявления сделали официальные представители правительства Великобритании, Франции и Германии, которые также призвали Израиль воздержаться от ответного удара возмездия по Ирану. И, собственно говоря, здесь мы можем еще сделать один вывод. Запад пытается сдержать рост цен на энергоносители, а Путин как раз-таки надеялся, что разгорится война на Ближнем Востоке. И таким образом, Иран, который наносил удары по территории Израиля, вполне для себя осознавал, что большинство этих целей будет перехвачено. Здесь была чисто демонстрационная цель преследовалась. Иран точно так же опасался эскалации военного конфликта, как, собственно говоря, и Джо Байден. И поэтому Путин, который требовал от Ирана нанесение этого удара, в первую очередь надеялся на то, что Иран нанесет чувствительный удар, Израиль ответит на него, и таким образом упадет переработка и добыча нефтепродуктов. Также Россия активно подталкивала Иран к дальнейшим действиям провокационным эскалациям, в частности, блокирование Армузского пролива, через которое проходит 20% мирового нефтетрафика. Если бы это произошло, Армузский пролив контролирует Оман. Это бы привело не только к сумасшедшему росту цен на нефтепродукты. Некоторые эксперты уже начинают шутить, что тогда дешевле в баке, после этого было бы заливать духи Шанель номер 5, а не бензин. Но и здесь надежды Путина не оправдались, Иран не пошел на эту эскалацию, поскольку это втянуло бы его в конфликт, в том числе не исключено вооруженный со странами залива. Ну точно пройти мимо этого не смогли бы ни Оман, ни Саудовская Аравия, ни другие крупнейшие нефтедобывающие страны региона. Одним словом, Путин опасный террорист, который подталкивает к этой эскалации, но ее никто не хочет. Не хочет ее Америка, не хотят европейские страны, не хочет Израиль, и в первую очередь сам Иран этого не хочет. И таким образом опасения о том, что нынешнее обострение на Ближнем Востоке может перерасти в Третью мировую, они, к счастью, не оправдались. А в целом можно провести такие параллели, что атака Ирана против Израиля, это знаете, как бой с тенью. То есть замах, как говорится, на рубль, удар на копейку. Одним словом, все это больше при всей своей мощи и устрашении выглядело больше, скажем так, расчет на то, что ничего в конечном итоге не будет и будет просто выхлоп, который в конечном итоге и произошел. Ксир должен чувствовать себя удовлетворенным. Он показал всем недоброжелателям, недругам Ирана, что он способен на удар. То, что результат не получился. Ну что ж, сработали хорошо. Ну и еще один очень важный вывод, мы видим, западные системы ВВС и ПВО успешно противостоят террористическим режимам, их технологиям. То есть баллистические ракеты и шахеды перехватываются. И здесь, кстати, важная заслуга украинских вооруженных сил, которые показали, как бороться с шахедами. И можно не сомневаться, что опыт борьбы украинских сил обороны с иранскими шахедами был полностью использован успешно и израильской армией, и также армией союзников. Это также очень важный итог всего произошедшего. Еще одна новость. В оккупированном Севастополе открыли тайно памятник погибшим морякам, крейсерам Москва. Об этом сообщил отец одного из погибших матросов, Дмитрий Шкребец. Он заявил о том, что памятник тайно открыли морякам 30-й дивизии надводных кораблей. Большинство это погибшие члены экипажа Москвы. Событие имело тайно неофициальный характер. На него даже не пригласили выживших членов экипажей крейсера Москва. Вот такая интересная новость произошла. Ну и, наконец, еще одна важная новость, связанная с тем, что России предсказали крах. И важность заключается в том, что на этот раз прогноз пришел из Китая. Издание «За иконами», одно из самых уважаемых изданий в мире, британское, публикуют профессора Петинского университета, директора Центра исследования России и Центральной Азии при Фуданском университете Фэн Юйцзэня. Так вот, этот профессор, который, кстати, к унижению Путина, раньше входил в число экспертов путинского любимого детиша Валдайского клуба. Фэн Юйцзэнь сделал прогноз, согласно которого он сказал, что поражение России является неизбежным. И поражение России определяет четыре фактора. Первое – это высокий уровень сопротивления национального единства, проявленное украинцами. Второе – это по-прежнему высокий уровень международной поддержки Киева, который, несмотря на спад, все еще остается существенным. Третьим фактором поражения Фэн Юйцзэнь называет характер современной войны и, в первую очередь, сочетание систем командования, контроля, связи и разведки. Россия по-прежнему испытывает трудности от деиндустриализации, которая была пережита после распада Советского Союза. И, наконец, последний, четвертый решающий фактор – это информация. По мнению профессора Пекинского университета Фэн Юйцзэня, Путин попал в информационные, скажем, кокон из-за своей собственной неразборчивости и диктатуры. И поэтому российская командная система лишена эффективного механизма исправления ошибок. Поэтому Фэн Юйцзэнь, один из самых авторитетных специалистов в мире по России, самый известный специалист по России в Китае, говорит о том, что поражение России, благодаря сочетанию четырех факторов, является неизбежным. России, делает вывод, он придется со временем в любом случае вывести свои войска со всех оккупированных территорий, включая Крымский полуостров. При этом не спасет России даже ее ядерный потенциал. В качестве примера он приводит вывод войск США, также у которых было ядерное оружие, из Кореи, Вьетнама и Афганистана, где они признали свое поражение. Ну и в качестве примера нестабильности он приводит, в частности, военный бунт ЧВК Вагнера, сильную этническую напряженность в России, а также теракт ИГИЛ-Хорасан в Подмосковье, который все более и более показывает слабости России, в том числе для ее союзника. Вот такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день, 15 апреля 2024 года. Будем наблюдать за событиями дальше и будем дальше смотреть и читать самые авторитетные прогнозы, самых авторитетных экспертов. Ну и будем анализировать, самое главное, подводные течения для того, чтобы делать собственные уникальные выводы, которые, тем не менее, строятся исключительно на фактах. Спасибо вам, друзья, за просмотр этого видео, берегите себя, обязательно подписывайтесь на канал, лайкайте, шерпьте, комментируйте трансляцию, становитесь нашими спонсорами, поддерживайте нас на Патреоне, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу и слава армии обороны Израиля. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец, друзья, до новых встреч, пока-пока.